Несколько сообщений на тему милиции. Глава счетной палаты и сопредседатель ассоциации юристов России Сергей Степашин, которому по слухам предлагают вернуться в кресло министра МВД, в четверг заявил, что, насколько он знает, милиции и общественной безопасности в России больше не будет. На смену ей придет профессиональная полиция. Бывший майор Алексей Дымовский арестован в Новороссийске, по решению суда, заседание которого проходит в закрытом режиме, сообщают информагентства. Москвичи стали реже жаловаться на противоправные действия сотрудников милиции, сообщил в среду на пресс-конференции начальник столичного ГУВД Владимир Колокольцев. А в целом новости о преступлениях, совершенных милиционерами, поступают едва ли не каждый день. Доверие россиян к милиции и прежде не слишком высокое, сегодня упало практически до нуля. Милицейскую систему решено срочно реформировать. Указ об этом подписан президентом, а предложения о вариантах реформы поступают от всех, без исключения политических сил, общественности и самих милиционеров. Реформа милиции обсуждалась вчера и на Госсовете. О том, как будут лечить российскую милицию, рассказывает Сергей Куропов. 2009-й вошел в криминальную историю России, как год милицейского произвола. Самые шокирующие преступления совершали именно те, кто призван с ними бороться. Дело Евсюкова стало лишь наиболее резонансным, но в целом за год милиционеры совершили сотни преступлений. Число правоохранителей, привлеченных в 2009-м к уголовной ответственности, увеличилось в полтора раза. А одно известное российское издание даже составило календарь милицейских преступлений. Оказалось, что они совершаются каждый день. Милиция замешана в убийствах, изнасилованиях, похищениях людей, грабежах и вымогательстве. Первыми о необходимости реформы МВД заговорили сами правоохранители. Майор из Новороссийска Алексей Дымовский положил начало серии видеообращений, которую продолжили милиционеры из российских регионов. Затем о необходимости лечить систему охраны правопорядка заявили депутаты Госдумы. Причем не оппозиция, а единороссы. Когда мы говорим, спрашиваем людей, а вы доверяете суду, прокуратуре, милиции, правоохранительным органам, и вот тут 90% страны, вот тут во всех вопросах говорят, нет, не доверяем. Вариантов, как реформировать МВД, появилось великое множество. Общество требовало отмены пресловутой палочной системы раскрытия преступлений, а также поголовной проверки милиционеров на детекторе лжи. Наиболее радикальное предложение выдвинула общественная палата. Разделить МВД на федеральную полицию и милицию общественной безопасности, децентрализовать управление, поставить над ведомством гражданского министра и снять погоны с управленческого аппарата. Конечно, нужно сокращать численность и повышать зарплату, потому что сокращать численность, ну не механическим путем, вот сократили департамент, сократили этот департамент, конечно, какую-то часть надо демилитаризовывать. Я, например, не понимаю, зачем нужен департамент голового обеспечения. Почему бухгалтеры, почему счетоводы должны ходить в форме генерал-полковников, генералов-полковников. Боюсь того, что сокращены будут участковые, ППС, уголовный розыск, подразделения по делам несовершеннолетних, дознаватели, следователи, а начальники и обеспечивающие службы останутся. Милицейские начальники такой реформе воспротивились, а политики заявили, что чистка кадров – это единственная возможность навести порядок в порочной милицейской системе. Мы предлагаем реформировать российскую милицию в целом, преобразовав ее в федеральную полицию. С одновременным созданием, в соответствии с нормой закона 131-го, муниципальной милиции в муниципальных образованиях. То, что сейчас называется милицией общественной безопасности, то есть те как раз милиционеры, которые должны следить за порядком на улицах, в общественных местах, вот это как раз задача муниципальной милиции. Указ о совершенствовании деятельности МВД подписал президент Дмитрий Медведев. Правительству поручено в двухмесячный срок подготовить перевод милиции общественной безопасности на федеральное финансирование и представить предложение по реорганизации структуры и состава МВД. Люди хотят, чтобы их защищали безупречные в нравственном, а уж тем более в правовом плане сотрудники милиции. И хотят доверять им. Я уверен, что мы сможем создать такую структуру. Здесь, безусловно, нужны изменения. Достаточно жесткие, серьезные, и они будут. Но в то же время нужно сохранить костяк Министерства внутренних дел, способный к такой серьезной, полноценной работе, к ответственной работе. И мы это тоже будем учитывать. Сразу после новогодних праздников страну потрясли новые зверства, совершенные милиционерами. В Москве подполковник Анатолий Маурин застрелил водителя снегоуборочной машины, а в Томске милиционер, сотрудник вытрезвителя Алексей Митаев, до смерти забил местного журналиста Константина Попова. После этого фраза «бандиты в погонах» стала самой мягкой из тех, какими россияне характеризовали милиционеров. Ваше доверие к милиции, оно после этого стало меньше? Да, конечно. Абсолютно. Нулевое доверие, вообще не доверяем ментам. С одной стороны страшно все-таки. Люди с оружием, и кто знает, что у него в голове. Я не знаю его. Опасаетесь? Опасаюсь, конечно. И за себя, и за окружающего. 20-ти процентное сокращение численности милиции – вопрос решенный. И, скорее всего, это лишь первый шаг. Балласт раздутого штата будет сброшен. Зато у оставшихся сотрудников зарплата должна вырасти вдвое. А значит, работы милиционеры будут дорожить и действовать строго по закону, утверждают сторонники реформ. Но главное, говорят они, нельзя доверять реформу МВД самому МВД. Мы предлагаем, чтобы чистка кадров проходила через общественные комиссии и депутатские комиссии. И так далее. То есть это обязательно надо сделать. Иначе мы можем получить сегодня коррупцию, давайте говорить откровенно, очень глубоко внедрилась в МВД. Коррупционеры друг друга прекрасно поддерживают. Они организованы. Они на сегодняшний день, в отличие от честных людей, сплочены, к сожалению, в значительной большей степени. И они начнут выдавливать тех, кто им мешает. Я боюсь, что вот в части регионов или в части подразделений выгонят лучших, оставят, ну грубо говоря, подхалимов, халуев или тех, кто нравится, или своих. Вот этого я очень боюсь. То есть мы можем получить еще худший вариант, чем было. На этой неделе Владимир Колокольцев провел первую пресс-конференцию в качестве начальника столичного ГУВД. На вопрос о милицейском беспределе главный московский милиционер ответил, что считает виновной в сложившейся ситуации отнюдь не систему МВД. На примере Анвара Ибрагимова, забившего насмерть абхазского юношу возле метро Кузьминки, Колокольцев объяснил, что виновата в этом вся страна. Он у нас несколько месяцев проработал, но ведь он к нам таким пришел. Его общество каким-то образом воспитывало, его школа воспитывала. Поэтому я считаю, что это вина не только нашей системы милицейской, но и вина в целом общества, что вот такие люди попадают к нам на работу. В последние месяцы градус напряжения в обществе стал настолько высоким, что даже министр Рашид Нургалиев был вынужден сказать, что граждане имеют право защищать себя от нападений милиционеров-преступников. Его подчиненный Колокольцев дал понять, что начальника поняли неправильно, и сопротивляться милиционерам нельзя ни при каких обстоятельствах. При всем моем к вам уважении Нургалиев никогда не разрешал. Из контекста, сказанного любым человеком, можно любые слова вырвать. На сегодняшний день МВД временно приостановило прием на службу новых сотрудников и перевод милиционеров из одного подразделения в другое. В любом случае обновленная милицейская система появится в России не раньше 2011 года, так как в году текущем расходы на реформы милиции в бюджете не предусмотрены. Между тем, источники, близкие к администрации президента, сообщают, что пост министра внутренних дел может занять нынешний глава счетной палаты Сергей Степашин. Об этом говорит тот факт, что именно ему президент Дмитрий Медведев поручил подготовить предложение по реформе. Сергей Куропов, Константин Додонов, Кирилл Маскаленко. Главная тема.